Дорогие братья и сестры, на библейском портале Экзегет мы вместе с вами рассматриваем трудные места Священного Писания. На самом деле эти цитаты, которые, может быть, кажутся трудными, они на самом деле заключают в себе огромный смысл. Вот, допустим, возьмем две цитаты, и некоторые люди, они даже как бы думают, что здесь есть противоречие. В одном и том же Евангелие от Луки, в девятой главе, читаем мы такие слова «Кто не против вас, тот за вас». А буквально через две главы мы читаем «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». То есть некоторые видят тут якобы противоречие, и задаются такие вопросы, что же вот всех, кто уже не против записывать в союзники, или же всех, кто не согласен записывать во враги. В общем, о чем тут идет вообще речь? На самом деле никаких противоречий нет в Священном Писании, ни вообще в Священном Писании, ни в данных словах. Если взять первую цитату, то здесь буквально какая ситуация, какой здесь общий контекст? Вот в Евангелии от Луки в девятой главе мы читаем «Присем Иоанн сказал, наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Иисус сказал ему «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». Вот оказывается, эти слова, они привязаны к конкретной ситуации, что помимо учеников Христовых были и еще те, кто уже принимал Господа Иисуса Христа своим сердцем. И вот апостол Иоанн Богослов вместе с другими учениками узнает, что некий человек, он именем Христовым изгоняет бесов, и они по такой вот что ли ревности, что «Ну как же, мы-то избранные ученики Господа, мы с ним вместе ходим, а он с нами не ходит, значит, ему запрещается это делать, они запретили». А Спасителям и говорит «Не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас». То есть, на самом деле, этот человек, который уже вот тоже упоминал имя Христово, это не просто был, ну, какой-то там вот целитель или там экстрасенс тем более, не просто он манипулировал именем Христа. Нет, все не так. Он на самом деле веровал в Господа, вера его была настолько крепкой, что именем Иисуса Христа он действительно изгонял бесов, то есть Господь сам через него уже действовал, когда он призывал имя Христово. И поэтому Спаситель и пытается как бы подвести вот к осознанию той истины, что он уже за вас, он тоже вместе с вами, с учениками моими, а тот, кто за вас, тот не может быть против вас. И смысл тут еще вот какой. Ученики Христовы, это не значит, что вот все должны ходить одним скопом вместе, что все должны вот строго вот в одном месте собраться и жить только в одном вот месте. Мы знаем, что, допустим, преподобный Сергий Радонежский, который, кстати, тоже называется собирателем Древней Руси, который всех призывал к единению, и он исповедник единения Руси 14 века, на самом деле он многим ученикам благословлял жить отдельно для того, чтобы они веру Христову и плоды Духа Святого распространяли еще дальше. Да, и Павел Абнорский, Сергий Нуромский и другие святые ученики его, Дмитрий Прилуцкий, они им благословлялось именно жить отдельно от него. Почему? Потому что иначе получилось бы, ну что вот все только вот в Троицком монастыре, а кто же дальше будет нести свет Христов? Какой смысл только вот одним скопом находиться где-то вот в одном месте, тогда как свет веры, он должен воссиять по всей земле, и везде люди должны откликаться на этот свет. Поэтому, если кто-то в то время не находился рядом с преподобным Сергием Радонежским, это не значит, что он был против него. Нет, он совершал то же самое служение, он тоже именем Христовым совершал явные чудеса, и благодать Святого Духа, она действовала через разных отцов церкви, которые находились в разных местах. И вот тоже уже мы видим в самом первом веке, когда помимо 12 учеников появляются еще ученики. И даже бывали такие вот, может быть, нам покажутся странными ситуациями. Вот помните, Спаситель исцеляет бесноватого в Гергесинской земле, которая, ну, жуткая там история, легион бесов, и он жил в гробах, и все боялись проходить тем местом. И потом, значит, Спаситель изгоняет легион этих бесов, они входят в свиней, все стадо тонет, а человек спасается. Вот он хочет быть вместе с Господом Иисусом Христом, а Спаситель ему не дает и говорит, иди в свои места и проповедуй там, что сотворил тебе Бог. То есть в каких-то ситуациях Спаситель даже сам тоже не благословляет вот им присоединяться к общему числу 12. Для чего? Для того, чтобы и они тоже, как и 12 учеников, становились проповедниками Евангелия, проповедниками веры Христовой и исповедниками Господа, но у них свой путь, свое направление, да, и они становятся светильниками на своих вот этих жизненных путях. Еще вот вспоминается из жизни святителя Иннокентия Московского, когда он еще был не в сане монаха, он не был еще епископом, а Иереем Иоанном он был, проповедовал на острове Уналашку, а потом отправился на один остров Алиутов и вдруг видит, что его встречают уже торжественно местные жители, хотя никто не предупреждал, никаких связей мобильных тем более не было. И они говорят, мы знаем, что ты должен был приехать, потому что нас предупредил один наш местный житель, и оказалось, что действительно там был такой Алиут по имени Иван Смиренников, вот такая фамилия у него интересная, отражает добродетель Смирения, и оказалось, что сами, причем местные жители считали его шаманом, на что он очень обижался, и он открыл местным жителям, что приедет священник, которого должны все слушать, выполнять то, о чем он скажет, и он сам тоже приходил, исповедовался, причащался святых христовых тайн, а потом оказалось, открылась такая удивительная история, что когда давным-давно его крестили, то после этого, но это случай, конечно, такой уникальный, ему стали вот являться два ангела, которые учили его вере христианской и молитвам. Он вообще не знал грамоты, школ никаких не было, и их только покрестили и оставили одних на этом острове, но вот ему за чистоту, искренность его веры являлись вот два ангела, которые обучали его молитвам, вере чистой такой христианской жизни, и иногда он тоже вот о ком-то просил, молился, и, ну, ангелы действительно, вот, ходатайся пред Богом, люди получали кто-то исцеление, кто-то какую-то помощь, из-за этого его по своим вот таким местным еще прежним языческим традициям почитали шаманом, но он на это очень обижался, и вот между ним и святителем Иннокентием состоялось такое достаточно подробное общение, и святитель Иннокентий приходит к выводу, что действительно вот ему являлись и являются вот эти вот ангелы, небожители, которые, ну, ввиду того, что не было духовного просвещения, вот за искренность его сердца, они преподавали ему какие-то христианские истины, то есть вот даже такое может быть, хотя сам этот вот Иван Смиренников чисто внешне он, ну, не был при каком-то священнике, не находился при каком-то храме, собственных храмов там до этого не было, а будучи вот сам вот верен Господу, он старался жизнью своей соответствовать заповедям Божьим, и ангелы ему в этом подсказывали. Но это такой, конечно, уникальный случай, в каком-то смысле это тоже иллюстрация того, что вот кто не против вас, тот за вас. Слова же «кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот растачает», означает, что вот Христос Спаситель, он вообще есть Собиратель, Собиратель всякого блага, всего доброго, прекрасного, лучшего. И даже когда люди, вот они в разных местах находятся, но служат единому Господу и совершают одни и те же добродетели, они все вместе в итоге собираются у Господа, в Его едином царстве. И если ты вдруг начинаешь поступать вопреки добродетелям, то ты становишься противником самого Господа. Если ты какого-то другого человека научил злому делу, передал свою дурную привычку, скажем, своему ребенку или однокласснику, если ты кого-то соблазнил, если ты кого-то увлек в блуд и прочие грехи, то ты не собираешь, а ты растачаешь. Вот Спаситель пытается собирать всех в Царство Небесное, а ты у Него отнимаешь его чад. И ты не собираешься Христом, а растачаешь, и таким образом становишься против Христа, противником Его. И, собственно говоря, всякая добродетель есть собирание, а всякая греховная страсть есть расточение. И тот, кто прожил жизнь в греховных страстях, в каких-то винопитиях, в наркомании, в блуде, в пустых разговорах, в пустом времяпрепровождении, то потом проходят года, и человек сам понимает, что жизнь свою расточил. Он растратил ее впустую, а вот тот, кто соседал добродетели и работал над собой, он не расточал, а он собирал. И он собирал вместе со Христом, потому что Господь Иисус Христос, Он и есть, повторим, Собиратель. Он созывает всех Единое Царство, но быть вместе со Христом, быть не противником Его, а быть вместе с Ним Собирателем, можно только тогда, когда ты един дух с Господом, когда в тебе тот же дух любви, дух милосердия, сострадания, правды, справедливости, а не лукавства и подлости. И только вот так вот мы и можем понимать эти слова. Между первой и второй цитатами нет противоречия. Кто не против вас, тот за вас. означает, что не нужно, чтобы кто-то физически с тобою рядом находился. Он и там, находясь вдали тебя, может быть верен Господу. И в таком случае он уже не против Господа. А раз он не против Господа, то кто не со мной, тот против меня, а тот, кто не против меня, тот со мною. Эти слова означают такую мысль. И он тоже вместе с Господом собирают. Таковыми были святые отцы, которые жили в разных местах, среди разных народов. Допустим, вот преподобный Гавриил Самтаврийский, который в Грузии, или преподобный Паисий Святогорец, который в Греции. Были святые, которые в Эфиопии жили. Скажем, преподобный Моисей Мурин, обратившийся, покаявшийся, разбойник. Множество наших русских святых, которых все мы знаем. Вот. Они в разных местах, но они собирают вместе с Господом. И они поэтому не против Него, а значит, они вместе с Ним. Вот. Значит, они из-за учеников Христовых, и значит, не против них. Вот. Все Священное Писание, оно как раз и возводит нас вот к этому единению. Это нужно понимать, прекрасно зная, что в Священном Писании никаких противоречий нет, так что дай Господь всем нам дух единомыслия, дух взаимопонимания и дух правильного понимания смысла Священного Писания. Храни вас Божие, дорогие братья и сестры!